Прямо сейчас я гуляю по Эрмитажу в Санкт-Петербурге. Между прочим, позволить себе это может не каждый житель Питера, потому что сейчас он закрыт для посещений и вещает только онлайн. Это все происходит из-за коронавируса и карантина по всей России. И как же учреждения культуры выживают в Барнауле? Наши музеи тоже можно посетить онлайн. В Музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая, в музеях Шукшина и Титова есть возможность виртуально пройтись по коридорам. Правда, подробные экспонаты там не рассмотреть. На сайте художественного музея есть онлайн-версии выставок картин. Сейчас мы немного подглядим, как делают контент для онлайн-посетителей музея. Путешествую по картине, показываю все рельефы, мазков, то есть чтобы зритель смог все это прочувствовать, как будто бы он находится здесь, в музее, вместе с нами. Скоро на сайте появится запись экскурсии по выставке Через Гуркина и лекции об украденных шедеврах. А вообще во всех музеях края жизнь идет своим чередом. Научная работа, подготовка выставок и оцифровка фондов. Только вот залы с экспонатами теперь пустуют. Так же, как и коридоры в главной библиотеке Алтайского края. Если у вас есть желание почитать какие-то книги, да, у нас есть электронная библиотека. Там больше 28 тысяч полнотекстовых документов, в первую очередь краеведческих, редких, которые раньше были доступны только отдельным личностям в отделе редкой книги. Продлить книгу, взятую на дом, можно по телефону или электронке, а все остальное доступно на сайте библиотеки. В онлайн-каталоге возможно запросить список литературы по теме, а в электронной библиотеке почитать проекты о краеведении, местную публицистику и периодику. А что, мать, не затопить ли нам сегодня баньку? Театры тоже продолжают жить и работать. Артисты репетируют новые постановки, только вот состоится ли премьера, пока не ясно. Театры тоже будут выкладывать в интернет записи спектакли, но с этим есть небольшая проблема. Прежде чем приступить к репетициям, мы заключаем договор с автором. И автор нам говорит, или наследники, говорит, да, мы с вами согласны, но вот на таких условиях. И у всех стоит определенный процент от проката спектакля. А здесь, в общем, процента такого нет, и неизвестно, как это будет. На нас это тоже свалилось все, как снег на голову. И мы сейчас разрабатываем определенные планы. Театр драмы уже в эту пятницу обещает онлайн-постановку известного спектакля «Собачье сердце». Его премьера состоялась в далеком 2005-м. На сайте филармонии уже можно послушать концерты Бетховена, Вивальди, Шуберта. Прямо сейчас мы находимся в кинотеатре «Премьера». И вот такие пустые залы здесь будут до 9 апреля. Именно до этой даты кинотеатр закрыт на карантин. Тем временем их коллеги, коммерческие кинотеатры, тоже работают в карантинном режиме. В залы пускают не больше 50 человек. И трафик по сравнению с мартом прошлого года уже уменьшился вдвое. Да и коммерческие кинотеатры со дня на день могут закрыться. Благо, для нас это не проблема. У всех нас есть маленькие кинотеатры в кармане. Дарья Демилер, Николай Шелко. День с толком. 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 Продолжение следует...